Мне, например, сразу понравилось то, что здесь, в отличие от других храмов, не было такой дистанции. Для меня было проще дистанцию между мной и священником сократить. В основном люди стоят в храме как статисты. Такое ощущение складывается. А в нашем храме люди принимают живое участие в молитве. У нас принято, чтобы пели, чтобы весь храм пел. Чтобы как-то укреплять веру в Господа, чтобы в семье было немного все слаженнее и лучше. Я считаю, что Институт психологии – это очень похож на Институт исповеди. В приходе церкви великомученика Георгия за лавками много интересных и уникальных людей. Конечно, обо всех сразу рассказать не получится. Но у калужан есть преимущество. Они могут встретить их на службах в этом храме. Вот, например, семья Фирсовых. Мария и Дмитрий познакомились во время учебы в ведомственном центре профессиональной подготовки. Дмитрий – заместитель начальника отдела уголовного розыска, подполковник полиции. Мария – эксперт-криминалист. Но, несмотря на столь серьезную профессию, у нее в храме бытовое послушание. Мы из всех прихожан задействованы, наверное, меньше всего от совести, поэтому моя неспокойна. То есть у нас у всех есть какое-нибудь добровольное служение. Вот мое служение, я считаю, минимальное – я варю суп по графику. У нас есть девушка, которая этот график ведет, и на трапезу мы варим в больших количествах суп. И я очень рада, что у меня есть такая миссия. Путь к Богу у каждого свой. Но если в семье хоть кто-то говорил о вере, или пусть изредка, но все же посещал храм, бесследно это не проходит. Наш путь к Богу заключался в том, что в те времена, когда наша страна только выцерковлялась, хранителем православия в нашей семье были мама и бабушка. Но у нас не было постоянного прихода, а для полноценной православной жизни это очень важно. И получается, мы не соблюдали все те каноны так, как их надо было соблюдать. Пока однажды, в 2012 году, наша средняя, моя средняя сестра, не решила покрестить своего сына в этом храме. Он тогда только открылся. Мы пришли в этот приход, и начался наш новый уровень жизни как прихожан. То есть иметь постоянный приход к батюшку – это очень много значит. У нас сейчас четверо детей, и в 2016 году мы повенчались, потому что пришли к этому осознанно, не просто как к какому-то красивому ритуалу, а после того, как батюшка стал нашим духовным наставником. С супругом мы познакомились в нашем подразделении, мы служим в органах внутренних дел. Я эксперт-криминалист. Мой супруг – сотрудник уголовного розыска. То есть это профессия, которая связана с определенными такими аспектами жизни тяжелыми. И если у тебя нет духовной составляющей, это очень тяжело. То есть я считаю наш союз достаточно крепким, именно потому что мы здесь получаем, черпаем вот это вот духовное благополучие. Когда наша семья в 2012 году стала прихожанами, наш брак однозначно стал намного крепче, и мы с супругом вот этот вот путь проходили вместе. Сейчас стало модным с непростыми вопросами обращаться к психологам. А вот у Марии Фирсовой на все это свой взгляд. Бывает в жизни такое, что накопится, накопится по работе какие-то моменты, воспитание детей. И вот приходишь к нашему батюшке, и сейчас очень модны психологи. Я считаю, что институт психологии – это очень похож на институт исповеди. То есть побеседовав с ним, получается, и разрядку получаешь, и наоборот, от него какие-то советы очень грамотные. У нас очень грамотный современный батюшка, который помогает. Сейчас в семье Фирсовых четверо детей. Но при всей занятости они стараются почаще собираться вместе, чтобы погулять, отдохнуть и также все вместе прийти в храм. А вот во время нашей беседы их даже оказалось на одного больше. Еще и брата двоюродного привели с собой. Ну, это моя сестра и брат. Сестра зовут Злату, а брат – Константин. Это Павел, мой младший брат, и мой двоюродный брат – Егор. Я их очень люблю, они хорошие. Мы все дружная, хорошая семья. Мы каждый вечер и утро молимся дома все вместе. У каждого свое мнение, то есть каждый должен сам решать, ходить ему, верить ему или нет. Тут это заставлять не надо. Судьбы людей вплетаются в новую летопись о жизни храма. Но страницы из прошлого не менее интересны. Напротив церкви великомученика Георгия за лавками находится старый каменный дом, который примечателен тем, что в нем в конце XIX века проживал будущий известный писатель Серебряного века Борис Константинович Зайцев. Он увековечил в своих произведениях не только Калугу, но и улицу Воскресенскую, на которой прожил около двух лет. Все эти места он описал в рассказе «Атлантида». Проживая в Калуге, будущий писатель серьезно занимался живописью. С тех времен сохранился акварельный рисунок. По сути, это единственное известное на сегодня изображение XIX века старейшего Калужского храма. А еще в этой церкви с 1900 года по 1923 прослужил новомученик-священник Алексей Иванович Рождественский. 23 года он отдал служение в церкви великомоченика Георгия за лавками. Но в 1937, когда отец Алексей уже не служил в Калуге, он был арестован и скончался в лагере строгого режима Тайшет 26 декабря 1937 года. Канонизирован был 17 июля 2006 года определением Священного Синода как новомученик. Сегодня храму великомоченика Георгия 450 лет. Современные же традиции пишутся, как говорится, с белого листа, новыми людьми, но сохраняя древние особенности, которые сегодня можно встретить не во всех храмах. Первое богослужение – это было прощенное воскресенье. Было интересно. Естественно, у нас не было еще регента, не было хора. Слава Богу, мы приобрели уже какие-то тут облачения. Все это для богослужения необходимое сделали престол. Но Бог послал нам регента Григориеву Ларису Михайловну. Это была такая пожилая женщина, которая еще в советское время пела здесь. И она, надо сказать, заложила в нашем храме определенную традицию. То есть развила симпатии прихожан к знаменному пению. Она очень хорошо его знала, могла даже переводить крюки в ноты. И поэтому она была первая, кто развил. Мы до этого тоже были знакомы и со старообрядческой традицией, и со знаменным пением. И в принципе, митрополит изначально планировал на базе нашего храма сделать именно единоверческий храм. Такая была идея. Но в силу того, что не собрались люди, такая цельная готовая община единоверческая, и у тех прихожан обычных храмов, которые сюда заходили, и это вызывало непонимание, то в принципе был организован обычный приход с такой вот миссионерской, крысической направленностью. Когда самый первый раз я попал сюда еще, не будучи назначен, но вообще самый-самый первый раз, я попал сюда, скажем так, под определенным давлением. Она певчая, зная, что здесь нет священника, она меня силком почти притащила, говорит, батюшка, надо идти молебен служить. И я пришел с некоторым недоумением и недоверием еще по единоверческим последованиям богослужебным, по книгам единоверческим, начал служить, и это было как бы так вот не совсем мне понятно и необычно для меня. А потом уже, соответственно, я стал привыкать, мне стала интересна наша древнерусская богослужебная традиция, и, в принципе, прихожане тоже познакомились с ней получше. А потом уже и появилась наша Лариса Михайловна, как закономерное, так что ведь, может быть, следствие. Мы не знали, где найти регента, просто я случайно спросил в храме Косьмой Думианы, она там, ну, как бы случайно, но на самом деле, по воле Божьей, я думаю, оказалась и вот удивительный человек, который с нами, скажем так, последние годы своей жизни провел. И интересно, что она, по сути дела, вот, ну, почти до последнего дня своего регентовала. Это был еще храм, конечно, в котором была куча перегородок. Вот мы что-то убирали, но очень много чего осталось. Он был такой вот среди этих перегородок, крошечный, крошечный храмик такой. Конечно, в этом есть свое такое очарование, в этих маленьких храмиках. И это незабываемые вещи, потому что вот ту обстановку с самого начала, когда мы вот ничего не умея еще, начинаем тут что-то петь, начинаем тут что-то такое совершать, понамарить тоже ребята начали, тоже без всякого опыта, наши прихожане, вот те же самые волонтеры. И вот эти трогательные моменты, они, конечно, не забываются. Ну, вот когда я пришла, здесь же до меня был регент, вот, и он уже собрал клирос, соответственно, хор собрал. Вот, и я уже сюда, так скажем, присоединилась в этот коллектив. Состоял он из певчих любителей, прихожан нашего храма. Вот, людей каких-то приходящих у нас в хоре нет. Регенты хора очень внимательно относятся к клиросному пению, и, как правило, не поддерживают желание подпевать остальным во время богослужения. Но в этом храме все наоборот. Да, совершенно верно. Ну, вот обычно очень ревностно относятся все вот и священники, и регент. Все мы ревностно относимся к тому, как все в храме звучит. Вот. Ну, вот у нас принято, чтобы пели, чтобы весь храм пел. Вот. Есть некоторые песнопения, помимо Отче наш, и символы веры, которые обычно поются в храме дополнительно, которые мы еще поем. Вот, например, мы поем тропари праздничные, тропари воскресные мы поем. У нас поется еще 33-й псалом в конце службы. Ну, и есть еще некоторые такие молитвы, относящиеся непосредственно к праздничным богослужениям, которые тоже у нас исполняют не только хор, но и все прихожане. До этого я уже была регентом в другом храме, и, конечно, там было, скажем так, пел только хор. Вот. Даже подпевать кому-то в храме запрещалось. Вот это, можно сказать, даже строго преследовалось, если можно так выразиться. Поэтому сначала как-то, может быть, да, немножко смущало. Но потом я привыкла, скажем так, осознала необходимость, поскольку в Древней Церкви пение вообще было всеобщим. И, естественно, как мы понимаем, что не могло быть там 100% прямо качественным каким-то, поскольку люди с разными музыкальными данными, с разным уровнем слуха, с разным голосом это все исполняют. Вот. И когда я осознала, что это, скажем так, означает соборность вообще нашей молитвы, то есть мы все вместе, например, вот причащаемся, да, как вот в Древней Церкви причащались те вместе, это тоже такой осознанный момент. Точно так же мы все вместе здесь поем. И это вообще поднимает, в принципе, вот соборный дух молитвы, и прихожане меньше устают само по себе. Вот. Помимо этого, мы еще прихожан привлекаем и к чтению, например, на службах. То есть у нас прихожане читают паремии, у нас прихожане читают канон, посвященный празднику или святому. Вот такие у нас еще особенности. Есть еще и три момента, когда мы не услышим, а глаз не могла врачить. Ну, это принципиальная вещь такая. Дело в том, что, насколько я из своих вот уже священнических наблюдений, из общения с прихожанами понял, значит, у нас прихожане, часто приходя в храм, не становятся носителями православной традиции. То есть через 10 лет, через 20 лет церковной жизни можно поговорить с прихожанами о богослужении, как они молятся, и оказывается то, что они молятся, это их какая-то собственная такая вот традиция, где-то кусочками надерганная из каких-то советов, из каких-то книжек, из каких-то теперь уже видеороликов, что-то вот такое сложилось. А то, что происходит непосредственно основное богослужение, оно людям оказывается недоступно, оно оказывается достаточно сложным для восприятия. И вот у нас есть такая длительная работа с человеком. Сначала проводятся беседы для начинающих, скажем так, церковную жизнь, а потом начинается системная длительная работа с каждым прихожанином. Мы каждого приглашаем к тому, чтобы прочитать что-то на клиросе, для того, чтобы вовлечься в пение. Приглашаем, вовлекаем, обучаем, специальные занятия проводим теперь уже и в Зуме, и очно, здесь вот, и по-всякому. Так что это такая целенаправленная работа. Я называю вот эти вот аналой, которые мы выставляем с книгами «Третий клирос». Эта традиция у нас называется «Всеобщая клиросная обязанность». То есть все прихожане, они чтецы у нас. Так вот, можно считать, каждого мы вовлекаем именно для того, чтобы участие в богослужении было осознанным, максимально включенным, и ум, и сердце человека полноценно раскрывались. То, что он делает, оно правильно. В наше время, наверное, актуально людей втягивать в церковную жизнь, но то, что сложилось у нас за много столетий, я бы сказал, оторванность мирян от клира, нежелание самих мирян что-то узнавать, читать литературу, святоотеческую, о литургике, чтобы понять, что происходит вообще в храме, что там в алтаре происходит, что вообще, что человек здесь в храме стоит, о чем он молится. В основном люди стоят в храме как статисты, такое ощущение складывается. А в нашем храме люди принимают живое участие в молитве. На малых ектиньях, когда возраст возглашают, все миряне практически у нас читают каноны, многие миряне читают на церковно-славянском языке, здесь научились. Вот что тут лежит, это непосредственно как раз то, что поют прихожане. Вот здесь обычно у нас лежат праздничные тропари, здесь у нас лежат, ну вот, например, у нас такие даже распечатки есть, это воскресные тропари, воскресные догматики, вот, это как раз те части службы, которые непосредственно поют прихожане, вот, непосредственно перед этим моментом мы обычно раздаем, у нас есть уставщики, помимо регента, вот, и они раздают все вот эти вот книжечки, то есть это непосредственно для прихожан, вот, здесь вот у нас тоже лежат книжечки для прихожан, вот, это последование часов, прихожане тоже у нас читают часы, вот, это, например, вот, псалом, да, 50-й, вот, это как раз то, про что я говорила, 33-й псалом, который у нас поется тоже всенародно, да, всем храмам. Я помню, как прекрасно, когда во время всеночного бедения отец Георгий сам ко мне подошел и предложил мне прочитать определенный отрывок из богослужения, притом книги все были разложены, сначала мне предложили прочитать на церковнославянском, шрифт визуально мне очень понравился, шрифт был очень красивый, но почитать я не смог, потому что было непонятно, что написано. Я прочитал, мне дали отрывок тот же самый гражданским шрифтом современным, я прочитал и, в общем-то, потихоньку, это, ну, вот я до этого бывал на церковных службах, но это как бы дало совершенно другой опыт, какого-то гораздо большего вовлечения в богослужение. И постепенно мы с женой начали ходить, знакомиться с ребятами, и многие из них сейчас стали нашими хорошими друзьями, дружим семьям. У многих, как и у нас, уже родились дети, и теперь как бы и наши дети тоже, у нас ребенок еще маленький, но, я думаю, они тоже будут дружить со временем. У нас еще есть, помимо праздничных богослужений, есть у нас еще утренние, у нас каждое утро совершается утреннее. Вот, и как раз на эти службы мы тоже привлекаем прихожан для того, чтобы они могли поупражняться непосредственно в чтении, пении, вот, и на эти службы непосредственно у нас, скажем так, все, абсолютно все прихожане могут вот сюда приходить и почувствовать себя полноценным участником хора. Это у нас практика совсем недавно появилась. Вот, дети пели хирургинскую песню, это тоже такой момент вовлечения их именно в богослужение. Вот, у нас есть дети, которые учатся в музыкальных школах и имеют уже определенный музыкальный уровень, поэтому, вот, они с матушкой пели. В основном приход наш такой начал пристаризоваться из тех людей, которые вот только-только пришли в храм и, ну, особенно даже не знали, а что, а как вот. И батюшка проводил с ними огласительные беседы, то есть вводил в церковь. И до сих пор эти прихожане с нами. Приход растет сейчас, и за счет того, что новые люди приходят, с которыми батюшка также беседует, но и за счет самовоспроизводства, потому что те ребята, которые, ну, вот сколько, 10 лет назад это были там молодые девчонки, парнишки, там многие теперь создали пары, у многих уже теперь не по одному ребенку, вот, и, то есть, приход растет вот за счет того, что семьи растут, которые были с самого начала даже. Вот, ну и, конечно, новые семьи приходят. Мне всегда интересно было, в чем смысл жизни, чтобы после смерти, к чему стремиться. Мы с моим другом разговаривали, общались, спортом, то есть, вера обсуждают. И вот, вдруг, один прекрасный момент, он проезжал, он выходил в районный суд по работе, и было объявление на двери, что там сдается, предлагается волонтерская помощь, и вещи хотел тоже сдать. И вот он, я сюда пришел, долго не мог пойти, где-то около месяца. Ходил, потом пришел, познакомился с Александром на залавке, наш работник. Вот. Он мне дал бумажку, и я пришел на беседу, то есть, тоже там, где-то около полутора месяца не мог все собраться, отцу Георгию. И где-то уже где-то с мая началось мое изменение жизни. В храме постоянно ведется просветительская работа. Часто сюда на беседы приезжают и интересные священники, историки, богословы. Человек обращается к свету, и тогда он в этом свете новой веры, нового обращения своего, нового своего опыта влюбленности, любви, истины, понимания, начинает прокладывать себе вот этот путь замечательный. Как это случилось, собственно говоря, в истории церкви, когда рождалось христианство, когда рождалась церковь. Она рождалась из этого неофитства, из совершенной пустоты, из полной свободы. Старые традиции здесь хорошо уживаются с новыми. Есть здесь и свой чад, где прихожане делятся радостями и заботами, а иногда разбирают и сложные богословские вопросы, чтобы все было осознанно, и знания подкреплялись сердечной молитвой. Я прихожу на службу, перед службой смотрю, вот сидит там 5-6 человек. Обычно не все к началу службы подходят, поэтому у тех, которые пришли, там 5-6, может, 10 человек сидят. Я всегда раньше спрашивал, что служим, кому молимся, что у нас будет на богослужении, какие особенности. Раньше люди просто терялись. Сейчас уже смотришь, что у них спрашивают, все знают уже все, какие особенности. мы в чатах обязательно выкладываем. У нас долгое время видеоролики на эту тему выходили на нашем канале нашего храма. Благословен Веси Господи научи меня. А знаешь, какой у них крутой лавой крутой лавой? А танк там есть? Да, есть. Там такие пушки. Во! Ого! Ребята, пойдемте на улицу? Пойдемте. Пойдемте. О, пойдем с нами играть. Не могу. Я хочу пойти в храм. Там помочь надо и помолиться. Ну, быстрее, помолись и иди к нам. Да, давай. Какой смысл быстрой молитвы, если она не идет от сердца? Или вы думаете, что Бог будет внимать молитвы, которые вы сами не внимаете? Святитель Филарет, митрополит Московский. Сейчас постоянно идет какая-то переписка. Ну, конечно, чаще это бывает просто приходские новости. У нас же есть и группа храма, то есть там тоже стараемся. Но иногда пишут «Поздравляю с днем рождения» или какие-то наши новости. Священник не имеет права убивать ни в коем случае, ни при каких-то посадствиях, и даже просто проливать крош, просто кого-то ударить. Иначе он лишается права совершать священнослужение, то есть, совершать божественную литургию. То есть, эта работа с разных сторон и через YouTube, и через WhatsApp, значит, и через Zoom, и через очное общение, она достаточно долго ведется, и, конечно, люди уже наполняются. Я не знаю, как можно жить без Бога. В церкви это ведь не то, что не только, да, вот красивое здание, добрые люди, дружный, да, приход, которые друг друга поддерживают, помогают, которые своими силами и храм весь, да, содержат. Кто-то убирается, кто-то поет, кто-то цветочки расставляет, кто-то подсвечники чистит, вот, с детьми занятия проводят. Но это живое общение с Богом, потому что только в церкви таинства, которые дают нам вот тесное общение, единение с Богом, исповеди, причастие. Только в церкви мы можем вот это иметь в своей жизни. Что такое храм? Это солнце, лучи которого согревают сердце. Погаснет солнце и не будет света, а если взойдет, то родится в мире надежда. Храм – это вера, это основа жизни, это жизнь под кровом Творца. Храм – это тишина, среди грохота мира и нескончаемой суеты. Это живая вода. Храм – это сила, сила любви и победа над смертью. Это воскресение души. Храм – это чудо, чудо, которое всегда рядом, которое распахнуло тебе навстречу свое объятие. Храм – это люди, это община тех, кто решил стать семьей, дружной семьей, где вместе смеются и вместе плачут. Храм – это небо, это встреча Бога и человека, это движение вверх, к свету. Храм – это дом Бога, это живое сердце, наполненное любовью. Начни свой новый миг прямо тамо сейчас с Богом. Господь есть свет, но все стремимся к свету. Никто не хочет оставаться во тьме.